Ом-Ти-Ви-Юэй про Головне. Гойда, братья и сестры! Гойда! Бойся, старый мир! Ой-ой-ой-ой-ой! Что происходит? Почему все это происходит? И что мы с этим будем делать? Народ хочет разобраться, почему вместо Киев за три дня звучит «Курские беженцы прибыли в Тольятти». Изменившаяся ситуация оставляет народ в недоумении. Возникает желание выпить, пока водка не сильно подорожала. Крепнет ощущение, чего-то нам не договаривают. Иногда даже где-то нас сильно обманывают. Мы говорим, что все идет по плану. Извини. На территорию Российской Федерации в Курскую губернию вторглись нацистские войска. У нас такого плана не было. Думаете, она вот по плану идет? Нет? Почему от военного положения являют? По плану Путин все равно победит. По какому плану? Который высказал сам президент. Вы знаете план Путина? Конечно. Можете пересказать, какой план-то? В чем смысл? План? Да. Ну-то я не знаю. Не лучший план. План говно. Я не хочу в нем участвовать. Я блесгую. В магазинах падают цены на советские журналы. И это единственная хорошая новость. Появились путевки в Иран. Но разбираются пока медленно. Ну, почему нет? Наша недоработка. Да, поэтому мы еще будем работать на эту тему. Китайские авто превращаются в набор «Сделай сам». Сейчас все сам. Лечись, образовывайся, «Ищи безопасный VPN». Очень страшно жить в этой реальности, когда каждый день гробы, гробы, гробы. И ты не знаешь даже до какого времени, до какого месяца и года тебе жить еще в этом аду. Женщины перестали улыбаться. Даже те, которым заплатили. Подгорает. Это удивительно, конечно. Отечество все больше дымит, и этот процесс отпугивает и вселяет тревогу. Кто же в этом виноват? Хочется высказаться о происходящем, но нельзя. Товарищ майор живет нынче по соседству, а если он в отпуске, то для этого есть соседи, которые приходили раньше за солью, а теперь делятся информацией, что же ты читаешь в туалете. Прошу возбудить дела. Против этих граждан? Ну, то, что доносительство стало гораздо ярче проявляться, да, это факт. В воздухе висят вопросы, но никто не торопится на них отвечать. Вопросы требуют ответа. Даже Соловьев все больше плюется, и надо постоянно чистить от него экран. Фу! Фу! А что же делать дальше? Чего ждать? Думай о том, как сохранить остатки своего народа, остатки своей страны. Все кончено. Крайся и сдавайся. Единственное, что утешает, что скоро Новый год, и можно будет, засунув селедку под шубу, сделать вид, что все нормально. Россия – это последний остров нормальности в этой вселенной. И под бой курантов поднять бокалы за то, чтобы все плохое осталось, а все хорошее появилось. Каньбай. Каньбай. Главное в это верить и перестать паниковать. А то, что Киев так и не взяли, так и не наш он всегда был. Нам и без Киева неплохо. Так ну ничего, нормально, ничего уж теперь. Лишь бы макароны сильно не дорожали, и яйца. А то без яиц жить очень тяжело в наше смутное время. – Хотел бы вам сказать, что уже сидя в тюрьме, Герман Геринг, я надеюсь, что вы знаете, кто это, дал интервью некоему господину Гилберту. И вот я хотел бы вам зачитать часть этого интервью. Геринг говорит следующее. – Ну, конечно, народ не хочет войны. Конечно, никто не хочет войны. Ни в России, ни в Англии, ни в Америке, ни даже в Германии. Это понятно. Но в конце концов политика определяется лидерами страны. И заставить народ поддержать политику – это дело плевое. Это все лишь надо, будь то, говорит он, демократия, или фашистская диктатура, или парламент, или коммунистическая диктатура. На что Гилберт ему возражает. Но в демократии есть одно отличие. У народа есть возможность высказаться через своих избранных представителей. И в Соединенных Штатах только Конгресс имеет право объявить войну. На что Геринг говорит. Ну, это, конечно, все прекрасно. Но имеют они или не имеют они голоса, народ всегда может быть приведен к послушанию. Это просто. Надо только сказать ему, что на него нападают, и при этом обвинить пацифистов в отсутствии патриотизма и в том, что они подвергают страну опасности. пацифизм, если мы говорим о войне, то это такое принципиальное предательство в отношении своего ближнего. Это срабатывает в любой стране. Любопытно, правда? Мы не напали, мы защищались, чтобы всем было понятно. А первый шаг к войне сделали те, которые поощряли госпереворот. Здесь рационально объяснить действия нас невозможно, невозможно. Это же вот это Гойда, вот это охлобыстина. Куда, зачем, почему, а потом разберемся. А потом раз, кусочка ноги нет, кусочка руки нет, мы нафиг никому не нужны, за 101 километр всех выселили. Я вообще, ну даже я, даже я, ну просто, я говорю, ну империя, она ее никуда не тянешь из головы, как бы, то есть, да. Вот понимаете, Россия очень редко везет. И вдруг в нулевые нам сильно повезло. Смотрите, уже мы оправились от банкротства Советского Союза. У нас построена была рыночная экономика. Выросли резко цены на нефть. Никто с Россией не воевал. Никаких особых угроз таких серьезных у страны не было, да. Можно было сделать современную медицину, современное образование. современную пенсионную систему. Можно было приблизиться по уровню жизни и социальным стандартам к европейским. Все это можно было сделать. Сделал это Путин? Ничего не сделал вообще. Что он сделал? Он набил себе карманы и своим дружкам. Это годы распада и деградации. Кроме того, в обществе наслаждается аморальное, циничное, воровское поведение. Вот когда отонула наша лодка Курск и ребята наши гибли, он с ухмылочкой Ларри Кингу сказал, она утонула на вопрос, что случилось с лодкой Курсом. В этом и есть весь Путин. Циничный, подлый, мелкий, который свой народ боится и ненавидит. Ты пойми, у нас не было выбора, кроме как начать эту войну. Мы на них напали, чтобы они не напали на нас. Понимаешь? И теперь они, как ты видишь, не напали на нас, потому что мы напали на них. Это вот реверсивная психология. Путин в этом очень хорошо понимает. Мы напали на них, чтобы они не напали на нас. Если бы мы не напали на них, они бы напали на нас. Это ведь так в политике и работает. Но ты вырастешь, ты еще поймешь. Вот Путин понимает, это как в экономике. Вот сейчас у нас ушел бизнес, Понимаешь, что бизнеса стало больше Мы освободили место под бизнес Избавившись от бизнеса Чем меньше бизнеса в стране, тем его будет больше Это же элементарно, это реверсивная экономика Вот так же оно и с войной Понимаешь, мы войны не хотим Нам война не нужна, ты пойми Мы не хотим войны, поэтому мы начали войну Чтобы войны не было Мы начали войну, чтобы предотвратить войну Мы воюем не потому, что мы любим воевать Мы воюем потому, что мы не любим воевать Пойми, наконец Французские истребители «Мираж», которые Париж, возможно, поставит Киеву, должны быть модифицированы для поражения наземных целей. Модернизация пройдет на французской авиабазе «Хазов». Возможности работы данных истребителей вооружением воздух-поверхность будут расширены для использования целого арсенала американских авиабомб, которые Вашингтон уже направил на Украину. Увеличение численности российской армии вызвано угрозами, которые существуют для нашей страны по периметру границ.